Архитектурный патруль я проведу по памятнику архитектуры местного значения, который располагается по улице Гаванная, 12. Здесь размещается ресторан, который принадлежит народному депутату Алексею Леонову Slow Piggy. Перед нами наглядный пример того, как человек хотел сделать что-то хорошее, но получилось все максимально плохо. Это здание лично для меня интересно с двух сторон. В первую очередь архитектура. По-прежнему здесь сохранилась старинная лепка. Очень красивая и она представляет собой ценность. Ну и с другой стороны расположение этого дома самое сердце Одессы. Гаванная перпендикулярная с Дерибасовской. Дерибасовская самая что ни на есть главная улица нашего города. Ну а теперь рассмотрим детально что же тут произошло. Ремонт проведен исключительно на первом этаже, а второй и вот тот надстроенный третий этаж остался абсолютно нетронутым. Балкон в абсолютно аварийном состоянии и люди которые там сейчас живут они стараются как могут. Взяли где-то нашли наверное на какой-то свалке ДСП вот такие вот плиты и обили свой балкон. Ну как обили? Они не обили, они просто взяли скотч и примотали к своему собственному балкону. На втором этаже отвалилась часть фасада. Вот прям вместе со штукатуркой огорелся дом аж до кирпича и вот он прям вот отсюда виднеется. Кладка кирпича видна. Что сделали? Как реставрировали? А именно просто сверху кирпич покрасили краской. Классная идея. Окна в этом здании я бы разделила на два вида. Во-первых, тут сохранились окна еще скорее всего которые были установлены изначально строителем. Ну или по крайней мере они родом из старины, потому что они деревянные. Второй вид окон это белые металлопластиковые. В основном мы их видим вот здесь вот на втором этаже. Ну а первый этаж абсолютно отличается от третьего и второго тем, что это совершенно другого вообще стиля окна. Они панорамные, они коричневые. Кардинально другой вообще подход архитектуры. Пол беды, что вот эта пристройка, где располагается ресторан Slow Piggy, разительно отличается от в принципе стиля всего здания, так у меня еще вопросы непосредственно к качеству работ и также законности некоторых деталей. Все объекты инфраструктуры, рестораны, магазины, жилые комплексы обязательно должны быть оборудованы пандусом. Вот это вот такая вот ступенечка, которую оставили зачем-то, она не позволит посетить этот ресторан человеку с ограниченными физическими возможностями. На инвалидной коляске заехать сюда будет невозможно. Это раз. Но и мамочке, у которой ребенок в коляске еще маленький, тоже это будет на самом деле большая-большая проблема. Как здесь организован сток ливневых вод? У меня большая претензия. Уж если вы взялись переоборудовать первый этаж исторического здания, сделайте это хорошо. Вот тут вот есть ливневочка, есть ливневочка, есть ливневочка, а тут оп, и закончилась решетка для ливневочки. Это для чего? Это сделано все специально для того, чтобы пока вы себе гуляете, например, вечером, хоп, и провалились сюда. Я это называю «сделал только для себя». Вот мой маленький участочек, я его купил и все, тут у меня все будет идеально, а вот если что-то находится за его пределами, я буду туда плеваться. В принципе, это вот оно. Так рассказываю, о чем я. Вот это у нас новая ливневая труба, а вот там, третий и второй этаж, там у нас располагается старая ливневая труба. Получается как? Взяли одну трубу, распилили ее на части и решили, что мы сделаем только себе, только себе, только наш маленький кусочек, потому что это исключительно возле нашего ресторана. Все. Тут совершенно разный цвет фасада. Вот здесь на первом этаже он более персиковый, такой вот насыщенный желтый тона присутствует, тогда как второй и третий — это более приглушенные, более мягкие желтые оттенки, и на самом деле даже сдалека эта разница отчетливо видна. Кроме этого, качество работ. Вот здесь на фасаде уже есть трещины. Вот трещина, вот трещина, вот трещина, отсюда я уже четыре трещины могу насчитать. И это несмотря на то, что здесь использовали что-то вроде обработки декоративной штукатурки. Если трещины просащиваются даже через декоративную штукатурку, это говорит о том, насколько сильно сэкономили на строительных материалах. Рестораны — это откровенный бизнес, это заработок денег. И для меня абсолютно непонятно, когда относятся к людям с такой вот чрезвычайной жадностью. Вот здесь вот ваш маленький кусочек, вот тут вот прямо видно, как вот здесь аккуратненько провели красочкой, а при этом вот этот кусочек исторический, ну тоже это часть исторического здания, где располагаются ворота, достаточно красивые, да, торчат уродливые провода, как и по всему нашему городу, да. Но вот именно вот этот кусочек никто никак не может отремонтировать. И тут еще один такой же предприниматель — ресторан Печевского. Это, кстати, очень старый ресторан в нашем городе, но абсолютно не несет никакой социальной ответственности по отношению к городу, где ты зарабатываешь деньги. Вот такой вот маленький кусочек, опять же, того же двора, гаванная 12, который, ну, состояние его еще хуже. Ну что стоит здесь немножечко тоже потратить шпатлёточки, красочки, штукатурочки и тоже доделать. А теперь давайте зайдем внутрь этого многострадального дворика. Это классический одесский двор, в том случае, когда рядом с вашим домом, с вашей квартирой располагается ресторан. Во-первых, сразу же в вашем подъезде появляется вот такой вот огромный кондиционер. Кондиционер, скорее всего, относится 99% к Slow Piggy. Этот кондиционер занимает значительную часть этой арки. Идем дальше. Вот это все, конечно же, уже не рабочее, но почему-то все вот это оставили. Выглядит просто отвратительно. Потолок будет обязательно сыпаться вам на голову, если вы зайдете в этот дворик. Классические вот эти вот гнезда из проводов, просто уродующие весь город. Газовая труба, которая почему-то, кстати, здесь даже уже не желтого цвета, она здесь уже какая-то оранжевая и, кстати, ржавая. И все это по-прежнему относится к Slow Piggy. И прямо вплотную к этому ресторану по-прежнему есть подъезд, в котором живут люди. Тут вот жилые квартиры. Совершенно случайно мы с вами попали в классический старинный одесский подъезд невероятной красоты, потому что здесь наверху по-прежнему даже есть лепка, она сохранилась до наших дней. Вот это мраморная лестница. Кстати, мраморная лестница тоже в еще очень неплохом состоянии. Уголочки даже вот такие вот мраморные. Но в каком оно, конечно же, все состоянии. Состояние просто печально и больно смотреть на такие стены, с учетом того, что они могли бы быть идеальными и все это можно отремонтировать. Если с вами по соседству располагается бизнес-предприятие, такое как кафе или ресторан, то очевидно, что они должны давать деньги и на ремонт всех соседних домов, квартир и, в частности, хотя бы вот этого подъезда. Только что прошла местная жительница и поделилась с нами ужасающим секретом, что вот эта трещина появилась здесь относительно недавно и исключительно после того, как был проведен ремонт соседнего заведения. На самом деле мы нашли просто сокровищницу, потому что этот подъезд, он несет с собой историческую ценность для нашего города. Итак, я рассмотрела потолок. Под слоем вот этой вот белой краски и штукатурки сохранилась первоначальная вот эта часть потолка, где еще по-настоящему вручную художникам расписан весь потолок. Вот там есть еще вот видны вот такие вот кусочки орнамента. Несмотря на всю эту разруху, несмотря на то, что состояние этого подъезда просто ужасающее, вот здесь сохранился еще тот истинный шарм нашего города, нашей Одессы. Есть лепка, есть какое-то украшение стен, невероятно красивая лестница, которая, в общем-то, состояние ее очень даже еще приличное. Но, к сожалению, все это не ценится, все это никому не нужно. Все это разваливается, убивается. И судя по тем палкам, по той грязи, которую оставили тут в подъезде, это никому вообще не нужно. Один из пунктов избирательной программы господина Леонова, это как раз было намерение завершить реставрацию исторических фасадов Одессы. Но я не понимаю, зачем куда-то ходить и говорить про какие-либо еще фасады, если все логично и понятно на примере ровно одного здания. Вот это предприятие, этот ресторан, кафе, оно приносит деньги. Но, к сожалению, не городу, а вот исключительно бизнесмену. Рядом фасад разрушен. Вот даже кисточкой не прошлись туда, даже кисточкой не дотянулись, чтобы хоть как-то где-то что-то рядом подправить. Подъезд просто уничтожен. А подъезд представляет собой историческую ценность. Это и есть тот памятник архитектуры нашего города, который нужно охранить, потому что именно дворы, именно подъезды, когда-то считалось визитной карточкой нашего города. Ну и самое главное, насколько качественно сделана реставрация вот этого первого этажа. Тоже есть вопросы. Там трещинки, тут потеки, здесь вот эта труба, кстати, кривая, недоделана ливневка. Там уже унесли часть этой ливневки. И таких примеров по городу просто миллион. Берем одного маленького человечка, который что-то пообещал, который стремительно шел во власть, пришел. Окей, хорошо, но вот что сделано на самом деле. Таких примеров по городу миллион. Может быть, поэтому Одесса историческая вся и разрушается. До встречи. Хорошо, что никто не покалечен. Хотя, как не покалечен. Город, получается, покалечен. Пиес. Кто сказал, что вот эта пристройка, часть которой сделана просто из деревяшек, вообще обработана огнестойким средством. Нет же никакой гарантии, что это сделано, и что во время пожара или попыток поджога, вот эта часть здания вообще не сгорится. Продолжение следует.